Адистационная комиссия Министерства образования и науки России также согласовала кандидатуры претендентов. Это Татьяна Еременко, первый проректор университета, Елена Кирьянова, проректор по учебно-методической и воспитательной работе РГУ, и Светлана Пунякова, профессор кафедры дистанционных образовательных технологий из Дружественного радиоуниверситета. Вчера ректора должны были выбрать, но не вышло. Дело дошло до второго тура. На финишную прямую вышли Татьяна Еременко и Елена Кирьянова. Однако никто из них не сумел набрать нужное для победы количество голосов. А это 50% плюс один голос. Сегодня ситуацию в РГУ на заседании регионального правительства прокомментировал губернатор Олег Ковалев. Печально, что в очередной раз голосование не принесло результата. Между тем, должен отметить, что выборы проходили очень демократично, с соблюдением всех процедур. В список были включены все кандидаты, предложенные коллективом, но даже второй тур не выявил победителя. Сам факт того, что ректор не был избран, это не очень хороший показатель. Я бы даже сказал, плохой показатель. Он доказывает, что в коллективе нет согласия, нет понимания серьезности ситуации. ВУЗ продолжает оставаться в числе неэффективных. Теперь по поводу дальнейшей судьбы университета предстоят консультации в Министерстве образования Российской Федерации. После вчерашних неудачных выборов вновь пошли разговоры о возможном объединении двух крупнейших вузов Рязани – РГУ и Радиоуниверситета. Это один из вариантов развития событий. Другой – назначение ректора Федеральным Министерством образования. В ближайших выпусках мы планируем вернуться к теме выборов ректора РГУ и проанализировать ситуацию с учетом мнения экспертов.